К нашему эфиру присоединяется российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Приветствую вас. Добрый день. Нетривиальная, очень неожиданная замена, как по мне, происходит сейчас, в данное время, в российской власти. Больше 11 лет Шойгу был министром обороны, и вот его сейчас меняют. По вашему мнению, о чем это говорит? Ну, во-первых, это не неожиданность. Этого давно ждали. Замену Шойгу ждали давно. Потому что по, ну, как минимум по двум причинам. Во-первых, он сильно непопулярен среди генералитета. Не просто непопулярен, а сильно непопулярен. Потому что, ну, понимаете, человек никогда не служил в армии. Человек, в общем, как бы ее не очень чувствует. Обветил себя огромным количеством орденов, всяких побрякушек и так далее. И генералы, и офицеры такие боевые к нему относились очень плохо. Если вы помните, во время мятежа Пригожина, главное требование Пригожина, странное было, отдайте нам Шойгу. Вот. И ровно это, я думаю, продлило пребывание Шойгу на посту. Ну, кроме того, война идет явно не так, как хотел Владимир Владимирович. Киев за три дня накрылся медным тазом. Значит, ничего этого не видно. Вот поэтому надо вообще кого-то, между прочим, наказать. Кто-то должен быть за это ответственным. Я думаю, что увольнение Шойгу будет довольно хорошо воспринято генералитетом и старшими офицерами вооруженных сил России. Вот. А теперь насчет ослабления клана Патрушева. Ну, подождите, сын Патрушева стал вице-премьером. Сына Патрушева повысили, да? Почему отставили Патрушева, я не знаю. Может, он просто в маразме. Может быть, он болен. Он, в общем, не выглядит здоровым человеком по телевизору. Вот. Но на самом деле, что может измениться? Вот реально. Все-таки вот, понимаете, вот что там у них под ковром происходит, это, в общем-то, их дело. И, ну, а нам-то что? Как они там друг с другом грызутся? Важно, что будет в реальности. А в реальности будет вот что. В реальности это означает, как мне кажется, во-первых, это означает, что Путин, осознав долгосрочный, очень такой бесконечный характер войны, понял, что судьба войны решается не только и не столько на поле боя, сколько перед тем, как она будет держаться на поле боя, надо обеспечить качественное вооружение в достаточном количестве. А это задача не генерала, это задача гражданского человека, на самом деле. И вот это задача Белоусова, который, как вы справедливо сказали, верит в государственное регулирование, который 10 лет был возле Путина, и Путин, видимо, ему полностью доверяет, там, и так далее, и так далее. Это вполне логичная вещь. Кроме того, там надо как-то маленько приструнить коррупцию. Ну, не победить ее, конечно, победить ее в нашей системе нельзя, а просто ввести ее в какие-то более-менее пристойные рамки. Андрей Белоусов, замечу, никогда не был замешан в коррупционных скандалах. Я вовсе не хочу утверждать, что он не коррумпирован вообще. Но если он берет, то он берет по чину. Он берет по чину, он берет так, что особенно скандалов не возникает. То есть никаких вот такой ореолокоррупционности за этим человеком не стоит. Не стоит совершенно, как за некоторыми другими нашими начальниками. Вот, значит, но самое-то главное. И поэтому, значит, Путин, видимо, рассчитывает на то, что в результате министерства, министерская позиция Андрея Белоусова, она позволит улучшить поставки вооружения в российскую армию, и она позволит несколько снизить уровень коррупции, потому что он совершенно, видимо, какой-то безумный. Леонид, а что вообще за человек этот Андрей Белоусов? Он ведь не военный абсолютно. Я никогда не имел с ним дело, я не знаю. Но я хочу сказать одну вещь, которая, мне кажется, главная. Надо понимать, что войну ведет не Шойгу и не Белоусов. Войну ведет Владимир Владимирович Путин. И пока Владимир Владимирович Путин у власти, война будет продолжаться. Вот то, что эта война будет, видимо, рассчитывать на долгую войну, ну, это, да, это надо понимать и Украине, и Западу. А что с Шойгу, которого перевели в Совбез на замену Патрышеву? С одной стороны, он теперь вроде как поближе к самому Путину, да? Ну, а с другой стороны, он уже не руководит, наверное, самым богатым министерством Российской Федерации. Ну, я думаю, что воровать в Совете Безопасности немножко тяжелее, чем в Министерстве обороны. Хотя, я думаю, что Сергей Кожигетович справится. Я верю в его, в этом смысле, в его таланты. Вот, он себя хорошо в этом смысле показал давно еще. Вот. Понимаете, роль Совета Безопасности определяется, полностью определяется президентом и тем, насколько президент передает, доверяет тем, кто его возглавляет. Совет Безопасности – это консультативный орган. Патрушев был его другом, совершенно очевидно. Но Шойгу тоже его друг, по крайней мере, был его другом. Что там потом стало, я не знаю. Поэтому мы увидим. Пока, вот, понимаете, никто же не знает, чем занимается, на самом деле, Совет Безопасности. Мы видели совершенно безумные заявления его секретаря Николая Платоныча Патрушева. Совершенно безумные, да. Мы видим безумные заявления заместителя секретаря, бывшего президента Дмитрия Анатольевича Мизведева. Вот. А больше мы о деятельности Совета Безопасности на самом деле не знаем ничего. Может, он вообще ничего не делает. Может, это какой-то очень важный такой консультативный и мозговой центр при президенте. Мы этого не знаем. Соответственно, мы и не знаем, как будет этот орган революционировать сход к этой жизни. У нас есть еще одно экспертное мнение. Предлагаю послушать его и потом продолжить обсуждение. Решение Владимира Путина сменить министра обороны РФ Сергея Шойгу принято для продолжения войны в Украине. Также этот шаг направлен на внутреннюю аудиторию. В этом уверен президент Литвы Гитанос Науседа, пишет издание Делфи. Он отметил, что другого способа остановить российскую агрессию, кроме как эффективно поддерживать Украину, нет. Главное, по словам президента, делать это быстро. Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решение. Все это делается для внутреннего рынка. Все это делается для продолжения этой войны. И давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам. Он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя свободным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет. Главное, сделать это быстро. Гитанос Науседа, президент Литвы. Согласны ли вы, Леонид, с этим мнением? Ну и означает ли, что назначение Белоусова на должность главы Министерства обороны Российской Федерации ведет к переводу экономики в военную плоскость и Путин готовится к продолжительной войне с Украиной? Сто процентов согласен. Я вроде это самое и сказал. Ну, не мое дело. Я не имею права давать советы с западным странам. Но мне кажется, что позиция президента Литвы о том, что они должны оказывать помощь быстро, это позиция, с моей точки зрения, правильная. Хочу обратить внимание на то, что позиции тех стран, которые, европейских стран, которые находятся географически ближе к России и которые были либо частью Советского Союза, либо вассалами Советского Союза. Это позиция куда более радикальная и определенная, чем позиция того, что называют старой Европой. Эти страны, которые были в орбите Советского Союза, знают, с кем они имеют дело. Мне кажется, что их позиция очень правильная. Ну, вот уже в Кремле, я так понимаю, выступает Андрей Белоусов, да, и говорит о том, что будет полагаться, в Совете Федерации, и говорит о том, что будет полагаться на участников СВО, так называемой, и давать им даже льготы. Как вы к этому относитесь? Понимаете, в чем дело? Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Николай Патрушев и так далее, все говорят то, что считает правильно говорить президент Путин. Это не значит, что президент Путин утверждал Белоусову в его речи в Совете Федерации. Разумеется, нет. Но это значит, что Андрей Белоусов, как человек умный, опытный и долго проработавший с Владимиром Путиным, понимает, какие слова понравятся Путину, какие не понравятся. Какие понравятся, те он и говорит. Вот и все. А вообще у нас никто ничего не решает, понимаете? У нас министром обороны в правительстве Путина является Владимир Путин, а вовсе не Белоусов и вовсе не Шойгу. Понимаете? И начальником генерального штаба является тоже Владимир Путин, а вовсе не генерал Герасимов. У нас все, вот по крайней мере все, что с точки зрения президента важное, сосредоточено в его руках. А самое важное с его точки зрения, может быть единственное важное, это война с Украиной. Ну вот, вы-то это и так понимаете в Украине, а Запад может проснется когда-нибудь, хоть когда-нибудь. По всей видимости, да, Путин сейчас не удовлетворен результатами так называемой СВО в Украине, да? Он проигрывает по факту. Ну, конечно. Странно было, если бы он был удовлетворен. То, что он говорит, это же не связано с тем, что он думает на самом деле. Конечно, чем тут быть удовлетворенным. Леонид Яковлевич, ожидаете ли вы еще каких-то изменений в других министерствах? Будет ли Путин еще что-то менять? Ну, вы знаете, я думаю, что он будет это делать в таком рабочем режиме. Ну, во-первых, сейчас, конечно, Андрей Белоусов должен будет как-то разобраться со структурой Министерства обороны. Я думаю, прогонят часть заместителей Сергея Шойгу, что, естественно, вполне он должен ставить людей, которым он может лично доверять, что, в общем, нормально совершенно. А так, вроде бы, формирование правительства завершено. Понимаете, это что? Это правительство войны. Это правительство войны. Это правительство длительной войны такой. Войны истощения, войны бесконечной. Войны по Орлову, которая не имеет никакой конкретной цели, никакого конкретного смысла, но без которой не может существовать режим. И это консервативное правительство в том смысле, что что делать стоит, делается и будет делаться там в образовании, в здравоохранении, в социальной сфере. Будет продолжена политика, которая есть. Понимаете, предыдущая каденция Владимира Путина была успешной для него, это надо понимать. Она была успешной. Экономика не рухнула. Фронт не такой, к чему хотелось бы, но и не поражение, не то, что казалось после, допустим, украинской победы под Харьковом или даже в Херсоне. Нет, совсем-совсем не так. Никакой антихитарской коалиции, которая виделась нам, многим из нас после первого Рамштайна, так и нету. Поэтому это успешная каденция. Он будет продолжать, в принципе, он будет продолжать то, что он делает, усиливая, конечно, военную компанию. Конечно, усиливая. Пока Путин у власти. А это значит, пока он жив. Война будет продолжаться. Леонид Яковлевич, стоит ли ожидать какой-то реакции от Запада, от союзников Украины после вот этих перестановок в российском правительстве? Ожидать ли, может быть, новых поставок вооружений немедленных? Или Запад не будет реагировать? Слушайте, я не знаю, потому что я, ну, почти так же, как и вы, чувствую заинтересованность. Понимаете, мне очень хотелось, чтобы они среагировали. Вот, и я боюсь, что это мое желание делает меня необъективным в этом смысле. Я не знаю, среагируют они или нет. Понимаете, был бы я на их месте, я бы среагировал, да? Но был бы я на их месте, уже давно было бы все иначе. С поставками оружия вам, и я полагаю, что война уже была бы закончена. Меня их позиция огорчает с точки зрения войны, которую, как-то не стыдно сказать, именно моя страна ведет на вашей земле. Кроме того, она меня очень сильно разочаровывает. Мне кажется, она демонстрирует вот такая, простите, трусость во многих случаях. Она демонстрирует глубину кризиса, в котором сейчас находится западная демократия. Леонид Яковлевич, спасибо вам за экспертный анализ этой темы. Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.